Религиеведческая экспертиза комитета по делам религий является государственной услугой, которая оказывается для юридических и физических лиц на бесплатной основе, и регламентируется законом о религиозной деятельности и религиозных объединениях и правилами проведения религиеведческой экспертизы, где четко регламентированы сроки оказания данной государственной услуги, что уравняется 22 рабочим дням со дня регистрации, а также там четко регламентированы требования к объектам экспертизы. Что относится к объектам экспертизы? Это учредительные документы религиозных объединений, образовательные, но духовные программы, информационные материалы религиозного содержания, религиозная литература и предметы религиозного назначения. Религиозная экспертиза проводится для выявления противоречия нормам Конституции и законодательств Республики Казахстан, а также нарушения прав и свободы граждан. Религиозная экспертиза проводится от 2017 года. Наша экспертиза имеет рекомендательный характер. Эксперты могут при изучении объекта рекомендовать или не рекомендовать данный объект к распространению на территории нашей страны. Там более 800 объектов внесены, то есть можно по ключевым словам найти очень легко по автору, по названию объекта. Мы проводим экспертизу на интернет-ресурсы, и там у нас выявлено более 2000 интернет-ресурсов, которые далее направлены на блокировку при необходимости, если там обнаружены какие-то деструктивные либо противоправные контенты. Интернет-ресурсы, они очень быстро размножаются. Например, если мы в один день можем запретить один интернет-ресурс, человек на следующий день открывает точно таких же пять. Поэтому, конечно, самое важное тут и профилактическая деятельность, потому что объяснить людям, что нужно читать, кого можно слушать и так далее. По отрицательным заключениям религиозной экспертизы мы направляем их на блокировку в рамках закона о связи, тоже при наличии отрицательного заключения религиозной экспертизы. Наиболее уязвимое население к таким родом вербовкам – это молодежь, которые очень сейчас жадны к знаниям, они хотят больше информации, и не всегда эта информация является правильной либо проверенной. Поэтому мы, например, тесно сотрудничаем с Духовным управлением мусульман Казахстана, у которых есть официальные интернет-ресурсы, где можно найти любую информацию. Субтитры создавал DimaTorzok